Хе-хе-хе, наглость какая! Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мариме Стик. Сегодня 21 июля 2020 года. И сейчас мы будем делать видео про малышей, кто остался открытым для резервирования с последующей продажей. Кто уже зарезервирован, того показывать не будем. Покажем вот такую вот кучку бессовестных малышей, которые присасываются к чужой маме, в частности Атос, просто прошелся по кисуле и тут же нашел Сисюлю. Совершенно бессовестные ребята самостоятельно уже 2 месяца Атосу, Аурелии, Антарес кушают самостоятельно корм и еще умудряются подсасываться к чужим мамулькам, у которых еще остается молочочко. Объедают мамочек. Вот такие сладкие бьютькины попки. Антарес очень хочет попозировать и передать привет своей мамочке. А детишек, которые остались открытыми для резервирования, сейчас мы будем показывать в руках, поближе, повыше, чтобы можно было получше рассмотреть мордочку. Начнем мы с красавицы Антарес. Будем показывать детишек по, скажем, возрасту, скажем, самые старшие, кто раньше всех уже будет готов к продаже. Это будет малышка Антарес, который буквально вот через пару дней, 23-го исполняется уже 2 месяца. Едем делать первую прививочку и будем получать документы, клеймо ставить. Девочка крепенькая, костистенькая, немаленькая, с хорошей, красивой головой, с широкой наполненной мордашечкой, высоким лобиком, большими выразительными глазками и большими ушками. Девочка без брака и без дефектов. Аурелия зовут девочку, если я не сказала, напоминаю. Это девочка Аурелия. Покажите, какого моя краса по спинке. Девочка бела, шоколадная, с крапушками. Шоколад очень темный, насыщенный. Яркая девчонка, очень ласковая, очень ручная, обожает целоваться, ласкаться. И общаться с нами. Ну и, конечно же, со всеми своими друзьями, братишками и сестренками. Вот такая девчоночка открыта пока для резервирования. Уже скоро, можно сказать, готова к продаже. Прививочка, карантинчик. И если вы житель Санкт-Петербурга или Москвы, девчонка даже готова уже к переезду в новую семью. Толстушка, Крепышка. Теперь давайте покажем мальчика Бонни. Ой, тут тоже все кушают. Бонни кушает маму. Он по возрасту у нас 11 июля. Бонни исполнился один месяц. Ой, я кусал? Кто меня сисеньки снял? Бонни у нас белокремовый мальчик с шоколадным носиком. Так. Манифаций не крутится. Очень миленький малыш. Крепыш тоже, не малявочка. Крепенький, с хорошим костячком, с красивым нарядным окрасом. Мальчику 11 июля исполнился один месяц. Боевой ребенок. Можно посмотреть его, как он себя ведет в общих видео. Покажите нам спинку. Вот такой вот толстячок. Лапки толстые. Малыш-крепыш, хвостик-морковочка. Красавчик Бонни Крим Бонди. Ждет мамочек и папочек. Это вот второй по старшинству ребенок, который остался открыт для резервирования с последующей продажей. Посмотрите, какие толстые лапки. Вот такой серьезный парень. Улыбакочка. Отняли, скажи, сисюлю. Бессовестные тети и дяди. Отпускаем ребенка кушать. И сейчас будем показывать малышей. Посмотрите, кто-то сосет сисю, кто-то уже кушает из мисочки. Это Версачи. Красавчик. Он уже в резерве. У нас из памюта Тессеньки остаются открытыми для резервирования три щенка Ачхуа. Это рыжая толстушечка Вивьен. Из семи щенков, оставшихся открытыми для резервирования, у нас три девочки. Отче моя красота! Вот такая яркая девчуленька с черным пигментом, большие ушки, широкая наполненная мордочка. Девчоночка, как игрушечка, ярко-ярко-рыжая. Возможно, с возрастом перецветет в красный. Лапки толстющие. Девчонка-малышка-крепышка. Если вам интересно, посмотрите, как она родилась. Она родилась 194 грамма. И как только она родилась, она сразу побежала к сисе. Она буквально побежала к сисе, новорожденная Вивьен. Девчонка крепкая, костистая, здоровенькая, без брака, без дефектов, ждет мамочек и папочек. Так же, как и ее красавец-братишка Виконт. Бело-черный, со светло-коричневыми бровочками. Так. Ай, вот такой смешной мальчишка. Почему-то у него то встают, то падают ушки. Они это делают как-то сами по себе. Но какой у него яркий, оригинальный окрас. Мальчик белый, с ярко-черными глазками. Вот пятнышки вокруг глазка и ушками. И светло-светло тоже ярко-коричневые, в общем-то, но светлые. Пятнышки на бровках и на щечках. Симметричные с двух сторон. На спинке пятнышко малюсенькое, горошинка. И у хвостика. То есть вот дальше уже цвет не изменится. Он так и останется белоснежным парнем. Мальчик крепкий. Все детки тессоньки у нас в типе коби, так называемом, как и сама тессонька. То есть не длиннолапые. Крепыши. Кубышечки с широкой наполненной мордочкой. Мальчик векон ждет мамочек и папочек. И из помета тессоньки остается свободным для резервирования. Шоколадный мальчик Вильгельм с красивой летящей птичкой на груди. Показываем птичку. Вот она птичка. Давайте его к календарику. Вот она наша птичка. Белая грудка и светло-шоколадные полосочки с двух сторон. Если его вот так фотографировать, как мы это делаем, получается летящая птичка и крылышки вверх, если он сидит вот так смотреть на него. Вот такой вот красивущий, оригинальный мальчишка. Так, все, теперь покажи нормально выражение лица, а то мы его всего бедного развернули, перевернули. Это Вильгельм. Окрас шоколадный триколор. Ребятки, 17 июля детишкам исполнился один месяц, как вы видите в общих видео, в плейлистах на канале нашего питомника. Хорошо видно, что ребятки и сосут мамочку, и уже самостоятельно кушают сухой корм. И к продаже будут готовы, как и все малыши, после того, как у них будут документы, клейма и первые прививочки. Вот такой красавчик ждет мамочек и папочек. И остаются на продажу у нас малыши, самые младшие по возрасту, два ребеночка-викусеньки, которым 24 июля исполнится один месяц. Это шоколадный мальчик-герцог. У него на груди белая корона. Сейчас мы это вам покажем обязательно. И герцог почему-то мне напоминает, вот как будто он будет длинношерстный. Я, конечно, сомневаюсь, что он распушится, но уж очень он смешной. Это вот такая мешута, ярко-ярко-шоколадненького окрасика. И если мы его посадим на ладошку, а он зевает, он всегда зевает, он всегда спит, ест и зевает. Вот она наша корона, смотрите. Белая грудь и от нее идут три луча. Они симметричные, если он сидит. Нормально это мы сейчас его бедного скривили. Три луча вверх, вправо и влево. Здесь у нас белые такие перчаточки и носочки. А все остальное у нас темно-темно-шоколадное. Ну, как всегда, невыспанный, как всегда, недовольный. По зевульке. Ага, и маленький-маленький белый кончик хвостика. Вот такой вот у нас герцог, медвежонок. Так, мальчик упитанный, крепенький, красивенький. Очень-очень мимишный ребеночек ждет мамочек и папочек. Ой, 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 кто ругается. Нос у нас, конечно же, шоколадный. Вещь вот такой шоколадный. И теперь мы покажем вам его сестренку, девчоночку, которую я решила назвать Глэйдис, Гламур Лэйдис. Для гламурных леди вот такая будет Глэйдис. Белокремовая малышка. Насчет веса и размера во взрослом возрасте сказать трудно. Давай ее к календарику. Детишки, напоминаю, в этом помете рождены очень маленького веса при рождении. Поэтому трудно на самом деле ориентироваться, какого они будут веса и размера во взрослом возрасте. Носик у нас, шоколадный, спиночку давайте покажем. Ну вот разница колоссальная. Это сестренка нашего герцога шоколадного Мишута, которого только что мы вам показывали. Ну вот размер с ладошку в один месяц. Девочка очень маленькая. Можно попробовать ее поставить к деточкам Тессы, которым тоже недавно исполнился один месяц, пока не заняты мамой. И просто сравнить размер и тут же забрать ребенка. Ну в два раза меньше. По возрасту примерно одинаковые ребята. Да какой-то в два, если не в три. Вот на сегодняшний день это все щеночки, которые подрастают в нашем питомнике на продажу. И три мальчика Чихуахуака, с которыми подписчики нашего канала хорошо знакомы. Это Цезарион, Цериус и Энтони. Мальчишки, которые полностью готовы к продаже. Прошли все карантинчики, имеют все прививки, воспитанные, приученные к пеленке, к туалету. Гуляют на улице, ходят дома на пеленочку, самостоятельно кушают. Уже воспитанные, сформированные детишки, с понятным уже окрасом, весом, типом шерсти, размером. Гарантированные, скажем так, малыши не только по весу, окрасу, типу шерсти, прикусу, уже после смены зубов. Ушки стоят у всех, но уже и понятно, совершенно видно и очевидно по поведению ребят, особенно на прогулках на улице, что это полностью здоровые щеночки. Вот так вот братик, братик, говорит, мама бежит защищать. Братишка обижает другого братишку. Мама молодец, мама разнимает, драться не дает детишкам. Тесочка умница. Да, Тесочка похудела, бедняжка, такие, говорит, насосики. Ну, детишки, вы видите, они просто все квадратненькие толстуны. Тут, конечно, все понятно и прекрасно. Вот так вот мы, скажи, деремся. Вот такие кабачочки. 17 июля деткам исполнился один месяц, сегодня 21. Вот такие. Ну, про детишек постарше тут уже, конечно, и говорить нечего. Здесь вообще полное хулиганство. Нам уже почти два месяца, мы уже тут просто как взрослый пес себя ведем. Все умеем, все знаем. И кое-кто еще ждет мамочек и папочек. Вот эта ласковая девочка, красоточка, да. Если вам понравились наши чишки-детишки, и вам так же, как и нам, нравится наблюдать за ростом и развитием малышей чихуахуа, подписывайтесь на канал нашего питомника, чтобы не пропустить новые интересные, возможно, для кого-то и полезные видео о жизни наших любимцев. А с подписчиками нашего канала мы не прощаемся надолго. Увидимся в новых видео. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Марии Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам! Бедная мамка. И кусают, и сосут, и что они с ней только не делают. Жестокие, конечно, игры у них. Вот так ему ножку, ножку, ему надо оторвать ножку. Кабачок Винсент, квадратик такой. Тесик, какие у тебя детки прелесть. Пампушечки, хамятюшечки. Ой, чё, Бози-Бози, бежит девчоночка. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...